Конечно, мы идем в бесконечный режим, здесь огромный потенциал у этой деки. Пацаны, мы пацаны, всем привет, добро пожаловать в БлатРо, еще разок. Я в перерыве между предыдущим видосом и вот этим немножко покатал, буквально за красную рубашку, за синенькую победил, за желтенькую, за зелененькую, остановился на черной, что-то с ней вообще не прет. И сегодня я не хочу на ней подзастрять, я, наверное, покатаю после. Мы сегодня будем Red Pilt, красная ставочка, малый Блайнд не дает денег в награду, применяют все предыдущие ставки. Ух, поехали, малый Блайнд, можно скипать. Мега Аркана, сразу, let's go, let's go, я, ух, о-хо, легендарный жокей. Ух, золотая, удваивает бабки, это нам не очень подходит, создаёт две случайные карты Даро, уничтожая до двух выбранных карт. Выбор очевиден для меня. Каньо, новый жокей, даёт x1 множитель, когда карта с лицом уничтожается. Ух. Ну, окей. У нас есть архетип определенный, и уже x3 множитель. Добавляет один ваучер в следующую лавку, это не имеет смысла, у нас нет денег, нам нужно поднять манэ. Кого я удалил? У меня много пик, видимо это будет пиковый забег, хотя я не достал ни одной. А, ну много пик в колоде. Сейчас. В полной колоде трефы и бубны я скинул, окей. Черви пики играют. Ну, мы можем выловить фулл хаус. Хотя, мне кажется, я одну даму удалил, да? Одна дама осталась в колоде, две десятки. Давай попробуем, давай попробуем. Верю ли я? Я всё ещё верю. Я всё ещё верю. Я всё ещё верю, что мы можем... Есть десятка, пойдёт. Фулл хаус, поехали. Тысяча. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Don't mind if I do. Окей, улучшенные жаки. Каждый король в руке даёт икс полтора. Это... Это немножко противодействует, да? Карты с лицом, но мы можем оставлять королей. Каждый король в руке. Мы можем оставлять королей. Сбрасывает по две случайные карты. Окей, окей, окей. О, у нас опять есть шанс. Дам не хватает. Дам их всего одна. Но... Два туза. Давай попробуем опять вытянуть. Фулл хаус. Я верю. Я беливер. Всё ещё беливер. Я три короля за это время вытянул, но я всё ещё беливер. Есть. Фулл хаус. Пойдёт, пойдёт. Есть... Есть какое-то... Какое-то понимание, к чему мы идём. Плюс множитель. Это сильно. Карты планет. Это прикольно. У меня нет какого-то архетипа определённого. Я не уверен, что я до конца буду играть фулл хаусы. Типа, это маловероятно. Наверное, мы перейдём во флэше. Я пока не уверен с бустерами на планете. А вот плюс множитель за каждого джокера плюс девять икс три звучит сильно. Малый блайнд можно скипать. Тем более за аркан и пак. Бубны. Две случайные таро. Чё у нас по бубнам? Бубны я удалял. Бубны я удалял. Королей хочется оставлять. Была бы какая-нибудь штука с дублированием или с удалением, но не сейчас. Создаёт две случайные таро в таком случае. В трефы. Трефы... Трефы я тоже удалял. Блин. Я не хочу королей превращать в карты множителя, потому что они будут неиграбельными. Типа, весь смысл в том, чтобы король в руке оставался. Они просто должны быть. А вот другие карты должны играть при этом. И мы, похоже, будем играть в пики... Можем в трефы. Можем махнуться в трефы, на самом деле. Можем в трефы махнуться. Можем махнуться в трефы. Типа, чё бы нет. Давай, давай попробуем. Погнали. Трефы. Помс, помс. Допустим, даму эту. Хотелось бы из одной какой-то масти отнять. Я приберегу. Окей, я передумал. Я передумал. Я передумал. Я передумал. Дикая карта. Вот это, кстати... Вот это, кстати, кайф. Давай десятку сделаем дикой. Она вне зависимости от масти будет играть. Дает пять баксов за пропущенный блайнд в этой партии. Пятнадцать баксов. Да, обойдемся. Вот, сейчас. Давай в трефы превращать... У нас недостаточно пики. Я бы хотел пики, наверное, свапнуть в трефы, и мы бы ими играли. Давай попробуем вытянуть еще пики. Чтоб три штуки сразу превратить. Есть. И у нас... Две карты планет. Стрит флэш. Сомневаюсь, что мы это сыграем. Каре. Но каре уже вероятнее. Каре уже вероятнее. Учитывая, как здесь по картам вышло. Восьмерки девятки у меня есть в колоде. Две восьмерки, одна девятка. Яйкс. Ну, это не самое лучшее. Три туза валяются там. Ладно, давай сыграем просто флэш. Не будем быковать. Просто... Просто чистый флэш. Куча множителей. Пять тысяч фишек, как с куста. Поехали. Сет. Сеты мы не играем. Карты Таро. Хочу. Хочу и могу. Увеличивая достоинство карты множителя, создает две случайные карты планеты. Не самое лучшее. Не самое лучшее. Мы все еще хотим удалять карты с лицом. Давай карты множителя. Мы играем трефы. Я думаю, что это не самый плохой вариант. Мега пак. Давай. Сейчас будем удалять. Я не вижу карты Таро на удаление, к сожалению. Бубны. Один из четырех шанс улучшить Джокера. Мы можем превратить какую-нибудь карту в какую-нибудь другую карту. Но именно уничтожение здесь считается. Если я короля превращу в другую карту, это не то. Трефы? Можем дальше в трефы превращаться. И мы приближаемся к тому, чтобы достаточно стабильно начать играть стрит. И можем еще раз вытянуть и еще разок в трефы что-то в следующем ходу поменять. Если три и больше карт с лицом сбрасываются. Я думаю, что это все менее-менее вероятно с каждым заходом будет. Минус один размер руки. Это неприятно. Это неприятно, но... А давай. Трефы. Король. Десять. Не, я все-таки думаю черви. Давай десятку, ладно. У нас все меньше и меньше в колоде червей остается уже. Ну-ка. Давай сбросим. Мне кажется, этого достаточно для победы сейчас. Стрит-флэш. 13к800. Поехали. Стрит-флэш мы играем, но я хочу еще джокеров. Добавляет количество раз, когда покер на руках сыграла к множителю. Это сильно. Мы не так часто одни и те же руки играем, но в перспективе придем к тому. Флэш плюс 10. Тоже хороший. Но это еще плюс 50 фишек. И множитель. А это просто плюс 10. Не, я думаю, что мы возьмем, да. Сперва прибавляем. Прибавляем. Потом умножаем. И еще умножаем. За король. А, мы можем 2 взять. Если сыгранная рука содержит 2 пары. Маловероятно, сыгранная карта учитывается при подсчете. Или флэши. Давай попробуем начать катать флэши. Денег больше нет. Мега стандартный набор. Я не против. Поехали. Мы играем трефы, да? 21 штука. Пол колоды буквально. Почти. Пойдет. Пойдет. Давайте сыграем большой блайнд. Мы пытаемся вылавливать трефы. Желательно с каким-нибудь интересным бонусом. Флэш. Сколько дает обычный флэш? 16 тысяч. Пойдем. Пойдем. Еще трефы. Нравится. Маленький или большой пак? Маленький пак и еще трефы, мне кажется. И да, мы вытягиваем карту луны отсюда. Берем маленький пак. У нас есть удаление. Мы делаем это чуть позже. Я помню. Сперва мы преобразуем вас в трефы, потому что здесь как раз есть три карты, которые можно преобразовать. И потом мы удаляем две карты с лицом. И у нас x5 множитель. Уменьшает уровень играемой покерной руки. Мы же не можем уйти в минус. То есть, в худшем случае, мы, например, флэш нулевого уровня сыграем. Ну, в смысле, первого уровня. Нулевого же не бывает, наверное. Давай сыграем две пары. А, окей, я хотел после этого флэш сыграть, но мне хватило одной руки. Ладно. Ууу, два пака джокеров. Ну, поехали. Каждая сыгранная десятка или четверка дает плюс 10 штук фишек, плюс 4 к множителю. И нечетные карты дают плюс 30 фишек. Ну, типа, на нечетные я, наверное, я не могу сказать, что я сильно рассчитываю. Десятки и четверки. Ну, типа, есть какое-то количество десяток. Четверка одна. Тоже нет. Я бы взял какой-нибудь из них, чтобы продать. Но мне кажется, что мы сейчас с лучшими джокерами сидим, чем вот с этим. Единственное, можно вот этого с королями сменить, но он плюс 50 фишек дает, и он сам по себе, типа, достаточно хороший. Давай еще один бустер откроем. Нет. Я пас. Я пас. Поехали. Дает 1 бакс за каждый неиспользованный сброс в этой партии. Ладно. Плюс 3 размер руки на следующий раунд. Там все карты тянутся лицом вниз. Не очень сильный бонус. Мне кажется, можем лучше. Давай сыграем флэш. Или можем поролить флэш роял. Или как там? Роял чизбургер. Фулл хаус можем поролить. Три восьмерки есть. Осталось просто пару вытянуть. Любую. Че там? 5-7 туз. Всех этих карт, по сути, в достаточном количестве. Давай 3 переролим. И типа, если вытянем что-нибудь. Туз надо было оставлять. Я чувствовал, что туз надо было оставить. Ладно. Играем флэш хер с ним. Я думаю, что этого достаточно. Тут должно на 10к набраться. Даже на 29.280. Мега аркана пак. Это мы берем. Это мы берем. Уничтожать две выбранные карты. Это я сюда смотрю. Так бы я взял императора. Но мне кажется, висельник это наша тема. И мы во время катки сможем удалить. А, мы можем взять. Варп. Ну, наверное... Да, возьмем императора и в катке его сыграем. Удалим пару карт. Мы возьмем даму на случай, чтобы потом ее удалить опять же. Карты тянутся лицом вниз. После сыгранной руки. А, сори, 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 сори. Так, дайте мне карты с лицом. Одна. Я хочу... Я хочу еще одну. Я хочу еще. Мне надо удалять как можно больше. Хочу ее удалять вальта. Х7 множитель. А, должно... Это случайную карту Джокера. Я не прочитал. Я думал, случайную карту второго. Мне кажется, я перепутался с чем-то другим. Ладно. Играем. Здесь еще плюс множитель. Мне кажется, должно 12к здесь набежать. 46. Живем, живем. Множитель потихоньку растет. Это мне нравится. Плюс один сброс. Спектральные карты. Давай откроем. Ладно. Победил. 5 случайных карт в руке дает 20 баксов. В лучшем случае мы удалим еще пики черви и бубны. Несколько треф. Даже если пару из них удалим, это будет зашибенно. Если удалим короля, это плюс множитель. Так что это в целом можно сыграть. Создает редкого Джокера, но обнуляет бабки. Это мне не подходит сейчас. Уничтожает одну случайную карту в вашей руке. Добавляет три случайные улучшенные карты с лицом. Вот это хорошо. Потому что мы их потом можем удалить. И мы их удалим. Карта Таро. Две случайные карты Таро. Давай возьмем две случайные карты Таро. Есть удаление. Черви не играют. Две удалим. Да, пойдет. Пойдет. Можем регать следующую. Перебрасывает босс Блайн. Все бубновые карты ослабляются. Я не вижу в этом особого смысла. Тузы не считаются картами с лицом, если что. Они не считаются картами с лицом, поэтому мы их... Просто скидываем. Надеемся отловить... Да, вот типа стеклянного вальта, например. Я рискну, скину еще. Я рискну, скину еще. Я рискну и скину еще, чтобы достать карту с лицом, которую можно удалить. Сюда. Девять множитель. И у меня есть как раз пять карт для флэша Трифового. 66906. Играем. Стрит. Все менее вероятен. Карты Таро. Да, пожалуйста, два раза. Джаджмент. Случайного Джокера. Трефы. Это мы играем. Трефы. Это мы играем. Кого нам лучше удалять? Черви почти закончились в колоде, но я вижу всего одну штуку. Что по бубнам? Бубен еще много. Давай тогда бубны и одного червячка удалим. И еще один бустер пак. Случайный Джокер удвоит деньги или пики. Давай удвоим бабки. Один ваучер меня не интересует. У меня нет возможности сейчас сжигать карты, так что просто играем, чтобы получить чуть больше денег в конце хода. Одиннадцать баксов пойдет за стрит. Черви тоже нет. Карты Джокера. Давай откроем планеты. Мы играем флэши теперь. Но я не вижу здесь, что там за флэши отвечают. Точно не эти ребята. Ну давай возьмем в кулхаус. Может быть сыграем. И посмотрим, что по Джокеру дадут. Трефы дают плюс четыре множителя при подсчете. Слишком слабо. Слишком слабо. Хотел бы. Туз и стриты создают таро. Не. Это было бы неплохо в начале. И сейчас... Типа мы играем флэш. Плюс шесть множитель. Ну это за каждую трифовую карту плюс четыре. Может быть это и сильнее. Может быть это сильнее. Но плюс пятьдесят фишек здесь еще. Ладно. Я думаю, что... Мне мэфс подсказывает, что учитывая пятерной флэш. Это больше. Хотя у той карты... Так сказать, типа фьючерпруфность выше. Все бубновые карты ослабляются. А, и дикие карты тоже, конечно же. Си и Файкер. Этого должно быть достаточно? Ну пока... Пока это дает больше бонуса. Пока это дает больше профита. Если в первом сбросе раунда только одна карта, уничтожьте ее и получите... Тридл... БЛЮ... Не из-за бабок. А из-за того, что мы можем продолжать уничтожать карты с лицом. Не поверишь? Не поверишь. Фулл хаос восстановим. Карту множителя. Давай усилим две десяточки. Стандартный пак. Ну давай откроем бустер, да. Еще одна трифовая карта. Негативный Джокер. С удовольствием. Во, смотри. Мы можем теперь... Кого мы там? Червей удаляем. За королей мы получаем бонус. Это я помню. Мы удаля... Вспомнил сейчас. Хотя уже удалял их. Мы сейчас сыгрываем... Только одну карту. Дамочку. В первом сбросе. Не сыгранной руке. Сори. 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 Я глупый. Я глупый. 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 Глупый вонюша. Все. Вон. Вон. Не ругайтесь. Чуваки. Я только учусь. Первый раз этого Джокера нашел и достал. Не ругайтесь. Лес. Я пытаюсь. Можем, кстати, каре сыграть. Как часто это случается? Сори. Сори. Не видел. Не видел. Ладно. Удалил другую даму. Тоже прокатило. Все карты считаются картами с лицом. Это синерджи? Это синерджи? Типа... Это... Подожди. Послушай, послушай. Мы что, будем пировать как короли сегодня? Я не понял. Я надеялся негативного Джокера достать на самом деле. Потому что у меня фулл места заняты. Мы проверим. Мы проверим. Сейчас проверим. Базовые фишки и множители делятся пополам. Ну, 40 тысяч сложнее будет набить в таком случае. Мы скидываем одну карту. Она удаляется. И... Должна дать бонус сюда, потому что считается как карта с лицом. Это работает! Пу! Ушко. И мы играем в флэш. 37 тысяч. Мы были близки. Но учитывайте, что... Бабки поделились здесь пополам. Так. Мы пробуем еще достать трефы. И трефы достались. И еще один флэш в бой. Плюс множитель от стальной карты. Изи еще там что-то 30 тысяч. Уф. Карты таро сюда. Всегда с удовольствием. Пики. Нет. Удвоить бабки. Ну, в смысле, добавить бабок. Прикольно. Стальные карты тоже, на самом деле, хорошо. Даже лучше, чем бабки. Я не думаю, что у нас сейчас с деньгами большие проблемы. А вот, типа... Сделать стальную девяточку, которую мы можем достать, и она х полтора множитель даст. Вот это звучит приятно. Нет. Нет. Эти не интересуют вещи. Эти вещи не интересуют. Плюс один слот карты доступен в лавке. Ну, давай возьмем... Давай возьмем. Ладно. После победы над боссом блайндом дает 15 баксов. После игры или сброса всегда тяните 3 карты. То есть победить надо в один ход. Я помню. Давай. Давай 15 баксов получим. Это больше, чем если мы победим здесь. О, стоп, стоп, стоп. Нам нужно удалить карту сперва. Х12 множитель. Погнали. Королей мы оставляем. Даже больше скажу. Есть смысл этого короля оставить в руке, потому что это множитель. И сыграть флэш отсюда, получить два бонуса с королей... 71 тысяча. Сколько там на босс-блайде надо было? 70 тысяч набрать. Мы приближаемся. Надо больше бонусов на карты. Больше бонусов на карты. Это факт. Еще трефы. Еще трефы. Еще стальные карты. Угу. По-хорошему сталь на короля повесить. Потому что мы их оставляем в руке. Это множитель плюс множитель. Это сильно. Трефы. Да, давай. Мы практически удалили... Все остальные вариации. Бабки приберегу. 70 тысяч надо, да. Действительно. Так, стальная есть. Эти карты дают два бонуса. Дает бабки. Ммм. Давай удалим одну семерку. Для дополнительного множителя. И мы вытянули еще три сверху. Мы сделаем вот так. Плюс полтора, плюс полтора. Полтора. Мне кажется, здесь должно нас крестись, конечно. Полторы тысячи. О, смотри. 70 тысяч. 113 тысяч. Мы пока живем. Пока живем, но... О, из-за босс-блайнда еще начислили кучу денег. Стрит-флэш. Редко катаем. Но ладно. Вдруг попрет теперь. Арканопак. Поехали. Бубны меня не интересуют. Стеклянные карты. Стеклянные карты... Ну... Это очень хорошо. Но опасно. Но хорошо. Ну, давай какую-нибудь шестерочку сделаем стеклянной. И еще треф попробуем вытянуть. Это будет считаться трефой. Вот если бы это был король... Мы бы пировали. Мы бы пировали как короли. Но она все равно... Она дикая. Мы можем ее сыгрывать. Перебросы стоят на 2 бакса меньше. Не то, чтобы я этим пользуюсь. Негативный Джокер всегда за. Всегда за. Меня хлебом не кормит. Дай негативного Джокера. Двойка. До свидания. Пам-пам-пам-пам-пам. С первой же попытки только я добавил себя в колоду. У нас, кстати, здесь есть корышка такая. Аккуратненько. Погнали. Множитель 4.20. Кстати. Ни на что не намекаю. Негативный Джокер. Плюс один сброс. Да с удовольствием. Ты места не занимаешь? Погнали с нами. Каменную карту не хочу. Давай перебросим. Черви. Это тоже червовая тема, но нет. Давай попробуем быстро открыть на 5 карт. Я не хочу еще одну трефу без бонуса. Наверное, нет. Наверное, в этот раз пас. Искипнем. 100 тысяч. Все карты ослабляются до продажи одного Джокера. Изи. Самое простое решение в моей жизни. Самое простое решение в моей жизни. Мне кажется, у нас тут аккуратно есть 7, 8, 9, 10. Попробуем вытянуть. 6, 7, 8, 9, 10. Стрит флэш. Множитель косарь. Комиссарь. Рэд пилд. Победа. Ачиммент. Анлокт. Конечно, мы идем в бесконечный режим. Здесь огромный потенциал у этой деки. Сыгранные тузы дают плюс 20 фишек и плюс 4 множитель при подсчете. Мне кажется, у меня не так много тузов. Да, у меня буквально 4 начальных туза осталось. Спектральные карты сюда. Фиолетовая печать. При сбросе создает карту Таро. Полихром случайному Джокеру. Но уничтожить всех остальных. Пожалуй, опасно. А давай добавим на какую-нибудь низколевельную. Фиолетовую печать. И ее не так обидно будет скидывать, если что. И карты Таро. Поехали. Удалить. К сожалению, у меня на удаля... А, я могу удалять любые. Тогда я стального вальта оставлю. А вот две бубновые удалю, и это будет плюс 2 умножения на Каню. Изи. Плюс один сброс на каждый раунд. Сюда. Плюс 80 за флеш. Плюс 80 фишек за флеш. Мне кажется, у нас по множителю проблем нет. А вот по набору очков, да. И может быть, стоит плюс 10 множитель, если сыгранная рука содержит флеш, поменять на плюс 80 очков. Посмотрим. Может быть, это самое глупое решение в моей жизни вообще на свете. Спектральный набор с удовольствием. Сюда. Уничтожает одну случайную карту в руке, добавляя две случайно улучшенные карты туза. Или добавляет негатив к случайному джокеру, минус один размер руки. Я хочу еще одного джокера. Мы можем позволить себе еще одного джокера. Плюс 34 бабок. Сюда. Первая рука тянется лицом вниз. А я даже сейчас по достоинству их отфильтрую, и мы скинем самую дешевую карту отсюда. Чтобы еще улучшить множители. И сыграем флеш. Надеюсь, что это король, который даст еще бонусы. 98 тысяч. Это не так хорошо, как я хотел бы. Предполагаю, что по масте это еще один флеш у нас здесь. Проверять мы, конечно же, не будем. Я просто сыграю эти три карты. Да. Это еще одна трефа была, в смысле. Умножение на сталь. Мне кажется, должно здесь 100к выпасть. Да, нормально. Мы еще живем. Мы еще живем и здравствуем. Черви не интересуют, пары нет. Улучшает две карты. Да, наверное, да. Наверное, да. Карты Таро появляются в два раза чаще. Сюда. Пять карт Таро. Поехали. Золотые карты. Карты множителя. Хочу. Подожди, а есть стальная? Нет. Если бы была стальная, можно было бы и короля этого бафнуть. И оставить в руке. Давай улучшим две карты до бонусных. И улучшим две карты до карт множителя. И возьмем еще три карты Таро. Дикая карта. Две карты планет. Да, нам надо улучшать флеши. К сожалению, я вытянул стрит и фулл хаус. Давай попробуем заролить джокера поинтереснее. У нас есть место. Стриты можно собирать с промежутками в одно достоинство. Давай попробуем. Есть ли у меня бонусы на стриты? Стрит уровень 2. Я флеш ни разу не апал. Окей. Давай попробуем собирать стриты. Теперь их очень легко будет делать. Редкий джокер всегда за. Окей. Фольговый джокер. Не так интересно. Давай попробуем стрит сыграть. План какой? Сперва удаляем. Червовых буквально там три карты осталось. 7, 8, 9, 10 валет. Стрит флеш. Стрит флеш. Давай еще стальную одну достанем по-братски. Ладно. Я пытался. Чтобы еще один бонус получить. 840 тысяч это жирненько на самом деле звучит. Это прям уже тяжело звучит. Да погнали. Это у меня две руки оставилось. И мне уже страшно становится. Есть карешка здесь. У меня последняя рука. И мне уже очень и очень страшно. Есть стальная карточка здесь. Карту второй сейчас еще сыграем. И мы можем... И мы можем... Например... Эту восьмерочку... Скопировать в семерочку, которая будет с бонусом. Последняя надежда. Либо мы сейчас пируем как короли. И это будет 100 тысяч миллионов. Потому что здесь еще два множителя в руке. Либо мы плохо проведем время. Всего-то 110 тысяч очков не набрал. Но ребята... Большое спасибо за то, что ворвались. Это первый Endless мод. Который я записал на видосик. Но это не мой лучший результат. Это 5 миллионов очков. Не хочу бахвалиться. Ладно. Большое спасибо за поддержку, за просмотр. Я надеюсь вам тоже нравится Балатро, как и мне. Я наиграл уже, не знаю, 20 часов. Наверное. Кайфую от этой игры безумно. Ссылочка на нее, если что, в описании. А с вами был Джо. Увидимся в новых. Лайк, подписка от вас в поддержку. И пока-пока.